В Хабаровске еще в начале июня была начата ежегодная оценка готовности образовательных учреждений к новому 2021-2022 учебному году. В числе первых проходили приемку дошкольные учреждения и учреждения дополнительного образования. После окончания сдачи единых государственных экзаменов оценка готовности проводилась и в школах города. Распоряжением в Рио губернатора необходимо выполнить до 17 августа комиссионную оценку готовности муниципальных образований к новому 2021-2022 учебному году в соответствии с требованиями строительных и санитарно-гигиенических норм и правил пожарной безопасности, охраны здоровья обучающихся и работников муниципальных организаций, антитеррористической защищенности, обеспечивание образовательной деятельности и учебниками, учебными пособиями, укомплектованности штатов руководителями и педагогическими кадрами. Насколько школы готовы, об этом поговорим вместе с гостем в студии Виталий Бруцкий, начальник управления инфраструктуры имущественного комплекса и информатизации образования Министерства образования и науки Хабаровского края. Виталий Анатольевич, доброе утро. Ну вот какое количество школ должно открыть свои двери 1 сентября? В целом к 1 сентября у нас подошли 863 образовательных учреждения. Из них 385 школ, которые будут принимать в этом году учащихся. Все ли готовы или какой процент уже проверен? Ну, как вы правильно сказали, начали мы это все с начала лета и постепенно поступательно двигались к сентябрю. Поэтому на сегодняшний день, ну не на сегодняшний, а сказать так, на пятницу, на вечер у нас было принято 93% учреждений, то есть 801 учреждения прошло оценку готовности к новому учебному году. А что именно проверяют в этих школах? Ну, проверка, оценка, так скажем, в большей части, но и проверка, наверное, тоже имеет место быть. Проверяется в принципе все, начиная от санитарной безопасности, то, о чем вы и сказали, то есть проверяются замеры воздуха, магнитное излучение, проверяются пищеблоки и так далее. То есть там очень большой такой комплект санитарной безопасности, который подлежит приемке, оценке, точнее сказать. Затем идет проверка учебных планов, проверка комплектования школ, антитаристическая защищенность, наличие и соблюдение всех требований пожарной безопасности. То есть набор тех требований, которые нужно проверить до начала учебного процесса, достаточно большой. Поэтому комиссия состоит из разных людей, которые в той или иной мере могут дать хорошую оценку тому, что видят на сегодняшний день в том или ином образовательном учреждении. Или нехорошую оценку. Я к тому, что есть ли какие-то нарушения, может быть предписания, какие-то вынесены в ходе проверки, каким школам? Смотрите, в любом случае, все не безгрешные, конечно, есть моменты, которые обычно, так скажем, глазом вылился, не увидели, не усмотрели. В основном, конечно же, готовятся школы, готовятся все образовательные учреждения к проведению таких проверок. И те нарушения, которые есть, они делятся на несколько составляющих. Есть те, которые со сроком до 1 сентября нужно выполнить, и они выполнимы. На них обращают внимание в первую очередь. Есть те, которые долгоиграющие, требующие достаточно больших финансовых затрат, либо наличие тех документов, которые оправдывают невозможность выполнить те или иные требования. Ну, например, есть одно из требований, узкие коридоры, лестничный проем. Понятно, что мы не можем разобрать здание и собрать его. Разширить сразу, так быстро. Да, но есть другой метод, который оценивает количество учащихся, одновременно пребывающих, который позволяет в этом случае правильно спрогнозировать процесс эвакуации здания, и в этом случае проблем не должно быть. Но все-таки, если есть какие-то небольшие нарушения, которые можно устранить, по большому счету, то вот до какого периода школа должна получить, я не знаю, паспорт готовности или что у них? Нет, они делают акт, подписывается комиссионный акт, который предоставляется затем на Министерство, подтверждающий, что они прошли такую оценку. Нарушения, да, есть и в процессе. Вы знаете, наиболее часто встречающиеся, это делали ремонт текущий. В этот момент детей же вроде как нет, можно заложить эвакуационные выходы, допустим, чем угодно, и всегда спокойно ответить на вопрос, ну, здесь же нет никого, а вы, а строители, да, то есть вот тоже момент такой. Поэтому есть требования, нельзя эвакуационные выходы закладывать любым инвентарем, значит, надо исполнять. Вот такие есть. Есть еще какие-то мелкие, которые называются не в полной мере, допустим, учебные планы какие-то есть, недоформирован, допустим, педагогический коллектив, и дается определенное задание, либо вырабатывается план некий на ближайшую перспективу для того, чтобы выполнить, все вот эти рекомендации и требования. Вот что касается оснащенности школ, давайте об этом поговорим. Насколько сейчас оно полное, и какая школа может уже гордиться обновлением, но это касается не только учебных материалов, там, например, какие-то спортивных объектов тоже. Вот слово «гордиться», мне бы сразу себе представлено, как же это можно погордиться. Ну, наверное, так, можно ответить на этот вопрос. В целом, за последние годы материальной базе в целом уделяется очень большое внимание со стороны правительства Российской Федерации, об этом говорят и те нацпроекты, которые на сегодняшний день реализуются. А в рамках всех этих нацпроектов у нас, ну, скажем так, значительно укрепилась база и по компьютерной технике. У нас создано 25 точек роста на сегодняшний день. Это те точки, в которых идет углубленное и очень расширенное преподавание биологии, физики, химии, тех вот таких ключевых предметов, которые понадобятся ребятам в будущем. Мы ремонтируем там и спортзалы, создаем спортивные клубы, оснащаем их спортвенитарем, формой и так далее. То есть вот таких точек очень много. И сказать, что какая-то школа очень сильно оснащена, какая-то нет. Как раз-таки цель нацпроекта другая, чтобы каждая школа была... Постепенно все происходит. Конечно. И поэтому на сегодняшний день, конечно, идем от более крупных школ, потому что там большее количество учащихся, и, соответственно, им нужнее, так скажем. Но никакая школа не будет забыта. Может, не в той мере будет и не в том объеме оснащена, особенно малокомплектно. И мы с вами понимаем, что есть и такие школы, где учатся от двух до десяти ребят. Конечно. Поставить туда целый компьютерный класс из 30 ноутбуков, ну, наверное... Ну, хотя бы из четырех. Неправильно. Да, вопрос зачем. Скажите, у нас время заканчивается. Буквально один вопрос, если можно коротко. Уже решили, линейки на 1 сентября будут в привычном формате проходить? Вы знаете, вот общались буквально в пятницу, скажем так, все будет зависеть от той эпидемиологической ситуации в крае к 1 сентября. Штаб работает постоянно. Сказать сегодня, что будет вот в таком режиме на улице линейки с родителями совсем или в классах, как это было в прошлом году, мы пока еще не можем. Мы ждем, во-первых, развития ситуации в крае, мы смотрим на процент тех заражений, которые на сегодняшний день есть, и все решение о том, в какой форме будет проводиться, будет принято все-таки ближе к 1 сентября. И я думаю, что все средства массовой информации об этом сообщат. Ну, надеемся, что все случится, все будет вовремя, и линейки проведутся, и все школы будут оснащены и готовы к 1 сентября. Вам большое спасибо за интервью на студии Виталий Бруцкий, начальник управления инфраструктурой, имущественного комплекса и информатизации образования Министерства образования и науки края.